Здравствуйте, уважаемые любители хорошей литературы. 75 лет с того момента, как закончилась Великая Отечественная война, закончилась Вторая мировая, и, конечно, мы в этот год, мы, конечно, о них помним всегда, но сейчас особенно вспоминаем не просто писателей-фронтовиков, а наших писателей-фронтовиков, наших земляков, в первую очередь Константина Воробьева и Евгения Аносова, мы можем считать нашим, хотя бы по рождению, и писателя Даниила Агранова, который тоже отметил бы свои истории те в прошлом году, они родились с Константином Воробьевым в один год, в 1919-м, и, конечно, сегодня хотелось бы кое-что процитировать из творчества наших писателей-фронтовиков, и вообще вспомнить о том, каким непростым, более того, каким тернистым был путь настоящей военной прозы, настоящей, нелакировочной военной прозы и поэзии к широкому читателю. Вот что по этому поводу писал Виктор Петрович Астафьев, который дружил и с Носовым, и с Воробьевым. Он писал о рецидентах, которые громили в свое время настоящих писателей-фронтовиков. Чтобы существовать самим в литературе, кормиться, им надо было оборонять себя и свое удивленное место. Они какое-то время успешно справлялись с нашим братом, но когда их скрытая оборона была прорвана, они взяли стрипать нас печатно, и доставалось нам все больше за натуралистическое видение жизни, за искажение положительного образа, за пацифизм, за дегерализацию, за окопную правду, которую один писатель назвал «кочкой зрения», хотя сам воевал, между прочим, в армейской газете, и что такое окопы представлял больше по кино, да и саму войну наблюдал издалека. Это Астафьев пишет о писателе Кочетове, который одно время был главным редактором журнала «Октябрь». Вот Константин Воробьев то, о чем пишет Астафьев, испытал на своей шкуре в полной мере. Помимо Кочетова, был еще у нас один человек, который тоже все время учил писателей и фронтовиков, как надо писать о войне. И, конечно, вы догадываетесь, что этот человек сам, что такое передовая, конечно, знал только по наслышке. Это известный, можно даже сказать, официозный советский критик Григорий Бровн. Вот что он, в частности, написал, когда делал обзор прозы за 1963 год. А я напомню, что именно в 1963 году во втором номере журнала «Новый мир» была опубликована повесть Константина Воробьева «Убитый под Москвой». Обращаясь к событиям военных лет, некоторые наши писатели, стремясь показать психологию бойца, пошли по неверному пути, стали изображать микроскопические миров внутренней жизни солдата, отгородив его от большого мира размышлений и идей. В наиболее уродливом виде, это сказалось в появившейся несколько раньше повести Булата Акуджалы «Будь здоров, шкаляр», не устроило Бровмана, что без таких героических слов и красивых фраз написал о своем пребывании на войне Булата Акуджала. Булата Акуджала написал просто «Это о том, как я воевал, о том, как меня хотели убить, но мне повезло». Да, так вот это Бровмана явно не устроило. Далее он переходит к Константину Воробьеву. Или возьмите прошлогоднюю повесть Константина Воробьева «Убита под Москвой». Это мрачный перечень страданий, ужасов и смертей, изуродованные тела, оторванные руки, искореченные жизни, грубость и жестокость в отношениях между солдатами, страх перед возможностью погибнуть, решающий воина человеческого публика. Эта повесть, проникнутая несвойственным в нашей литературе пацифистским духом, еще раз доказывает, что вне активной, утверждающей позиции не может быть творческого успеха, тем более, когда пишешь о военных днях. И тут, к большому счастью, Бровману нашлось кому ответить. И ответил Бровману в первую очередь наш замечательный фронтовик, писатель-фронтовик Виктор Петрович Остафьев, у которого переписка с Константином Воробьевым завязалась в 1963 году. Остафьев тогда написал в ответ Бровману статью «Яростно и ярко». Я эту статью немножко поцитирую. Вот по этой книжке сейчас покажу. Это книга, которая вышла уже в этом году, издательство «Эксмо», библиотека всемирной литературы, Константин Воробьев, «Убитый под Москвой. Крик повести». К моей большой радости мне тоже удалось приложить руку к выходу этой книги, потому что я написал одно из тренисловий. Так вот, что пишет Остафьев в статье «Яростно и ярко». Я могу, как бывший окопник, сказать, что не знаю ничего страшнее и натуралистичнее войны, где люди убивают людей. И коли Константин Воробьев, все испытавший на войне, не умеет рядить ее в кому-то нравящиеся романтические одежды, значит, иначе не может. Он пишет, страдая за людей, без расчета кому-то понравиться и угодить, в том его сила. А самому Константину Воробьеву Виктор Петрович написал следующее. «Прачок, убитый под Москвой, побуждаемый руганью критиков. Они тебя обвиняют в пацифизме, так вот считай, что они, хотя и по дурости, сказали тебе комплимент. В общем, меня ругали тоже пацифистам, а я взнялся на трибуну и поблагодарил за это, сказав, что ненавижу смерть в любом проявлении, отрицаю войну в любом виде и пока живу, буду на том стоять. И называйте это, каким хотите словом, иностранным пацифист или русским жизненным». Вот таким образом, таким образом, Астафьев тогда защитил Константина Воробьева. После этого между ними началась переписка и дружба. И, собственно, я вам скажу, что благодаря Виктору Петровичу Астафью, во многом благодаря ему, Воробьев узнал, кто такой Носов, а Носов узнал, кто такой Воробьев. А вот из Евгения Ивановича я бы тоже хотел напомнить один фрагмент. Это интервью Носова. Интервью, которое вошло в четвертый тон его собрания сочинений. Вот здесь, ну, она называется «Война всегда не ко времени». И вот здесь замечательно Евгений Иванович нам демонстрирует, в чем принципиальная разница между войной глазами генерала, то есть человека, который отправляет людей на смерть, и вот в чем от этого принципиально отличается война глазами того человека, который этой смерти на передовой смотрит в глаза. Здесь Носов поленизируют с неким генерал-лейтенантом Телегиным, который в своей книге под названием «Войны несчитанные версты» пишет буквально следующее. «Каждый воин не только знал, но многократно убеждался, что в случае ранения его не оставят в беде, быстро вынесут с поля боя, немедленно окажут квалифицированную помощь. Эти требования, отражающие высокий гуманизм нашего социалистического строя, выполнялись неукоснительно. Но понятно, что у Носова, который знает, что такое передовая непонаслышке такие строки, могут вызвать только протест и горькую усмешку». И дальше Евгений Иванович рассказывает о том, какую ситуацию он наблюдал сам. «В связи с провозглашенным автором высоким социалистическим гуманизмом на поле боя, вспоминается за Днепровский плацдарм, на котором мы оказались тогда с Александром Солженицыным. А Евгений Иванович и Александр Исаевич Солженицын, как оказалось, воевали в одних местах. Позади нашей противотанковой батареи, до самого схваченного льдом Днепра, простиралась обширная голая луговина. Она была густо усыпана трупами наших пехотинцев, некогда штурмовавших Днепровское побережье. Между трупов живые солдаты с передовой продактали тропинки к тыловым службам, укрывшимся под береговым обрывом. А те павшие продолжали оставаться неприбранными, постепенно обращаясь в прав и безвестность. Их забыла пехотная дивизия, спешно ушедшая за Днепр на переформирование и пополнение. Сменившая ее часть не спешила убирать трубы, считая их несвоими, нечислящимися в их списочном составе. Потом нашу батарею перебросили, и я не знаю, чем закончилось это проявление высокого гуманизма. Скорее всего, эти останки пришлось потом убирать местным жителям, женщинам и старикам, готовившим землю под хозяйственное пользование. Если бы принцип «никто не забыт» действительно выполнялся неукоснительно, как это утверждает генерал, то теперь, по прошествии полувека, не валялись мы по лесам и топим и слевшие костяки, которые и поныне еще исчисляются тысячами. Таким образом, я хочу подвести всех к такому выводу. Любое слово о войне писателя фронтовика, который побывал на передовой, которому посчастливилось выжить, перевесит кучу любых слов тех людей, которые, что такое передовая, знают исключительно по наслышке. Ну, а в заключение еще одна цитата, поскольку мы Даниила Гранина тоже условно считаем своим человеком, своим по рождению, хотя всю свою сознательную жизнь он прожил в Ленинграде, Петербурге, то я напомню, что из того, что написано в нынешнем тысячелетии по войне, пожалуй, самое значительное произведение – это роман Даниила Гранина «Мой лейтенант», роман, за который Даниил Гранин получил премию «Большая книга», и вот небольшой фрагмент, небольшой кусочек размышлений, размышлений Даниила Гранина о том, каковы наши методы ведения войны, и кто прежде всего получал награды. У начальства выигрывал тот, кто атаковал, кладя людей без счета, кидая в бой все, что мог, кто требовал еще и еще, кто брал числом, мясом, сколько было таких мясников среди прославленных наших генералов. Когда-нибудь найдется историк, который перепишет историю Великой Отечественной, прославит тех, кто берег солдатские жизни, продумывал операции, чтобы не подставлять солдат. Таким образом, мы видим, что вообще для всех наших писателей-фронтовиков один из ключевых вопросов – это вопрос о цене победы, о цене отдельно взятой человеческой жизни, и вопрос о том, почему цена победы оказалась так чудовищно высока.